Синоптики обещают постепенное повышение температуры, а значит, исправная работа кондиционеров приобретает очень большое значение. Причем это касается не только данных устройств, находящихся в зданиях, но и тех, что установлены в транспорте. В частности, в автобусах компании «Транспорт Верхневолжья». Пассажирский транспорт, приходивший на конечную остановку в Тверском микрорайоне «Чайка» пятничным утром, ждала делегации из нескольких человек. Плюс служебная машина Ространснадзора. Сотрудник последнего проверял у водителей наличие всех документов. А вот представители профсоюза интересовали кондиционеры. И не просто так. К сожалению, убедились жители Тверской области и Твери, которые пользуются автобусами, что температурный режим в салонах не соблюдается. И в связи с этим профсоюз, общественный совет проявили инициативу по проверке. Самое интересное, что включить кондиционер в пассажирском автобусе не составляет труда. Что легко продемонстрировал водитель этой машины. В двух местах прикрывается. Первый рычаг. Второй рычаг, не знаю, увидите или не увидите. Вот здесь вот он стоит. Однако, по факту, далеко не в каждом автобусе исправно работает кондиционер. Более того, бывает, что в салон поступает довольно тёплый, а то и жаркий воздух. Причины тому могут быть разные. Поломка системы климат-контроля во время рейса. Ленивый водитель, не перекрывший те самые винтили. Ну или проблемы с радиатором. Забиваются радиаторы, и надо их периодически мыть, чистить, продувать. Если этого не делать, естественно, он перегревается, двигатель, и компенсирует этим радиаторами в салоне. То есть горячий воздух пускают в салон? Да, не выключая, чтобы снизить температуру двигателя. Общественники постараются донести эту информацию до Минтранса и компании «Транспорт Верхней Волжи», чтобы уровень обслуживания подвижного состава, равно как и дисциплины водителей, были на должном уровне.